Начать утро с зарядки, ударной дозы витаминов и вообще посвятить весь день здоровью. О традициях, которым следует в одной новосибирской школе, расскажет Наталья Цопина. Зарядку в день здоровья в шестом А проводит Захар Соснин. Школьник уверен, здоровый образ жизни может быть в удовольствии. Здоровый образ жизни – это просто нужно хотя бы не есть вредной пищи. Хоть каким-то спортом заниматься, хотя бы даже бегать один раз в день, два раза. То есть в день, там утром или вечером. Это нужно быть уже здоровым образом жизни. Не обязательно как-то себя перенапрягать или дефицит калорий себе устраивать. После зарядки – витаминизация. В одних классах – это фрукты, другие выбрали гематогенный лесок. Уже четвертый раз региональный центр медпрофилактики проводит в 168-й школе День здоровья. Успевает охватить всех учеников. У пятиклассников, например, обучающий квест – неотложная помощь. С вами все хорошо! Я тебе не хочу! Каждая команда должна пройти все этапы. Где-то учат останавливать кровь, где-то бороться с ожогами. На станции «Взлетная» узнают, какой должна быть первая помощь при потере сознания. Главное, чтобы сохранять свою жизнь. То есть, если дорога, либо лужи, либо сосульки, чтобы вы в первую очередь остались вживую, а не человек, который попал в эту ситуацию. В этом году в 168-ю на День здоровья впервые пришли офтальмологи. Четвероклассники узнали, как важно ухаживать за глазами и соблюдать технику безопасности. Еще одно новшество – уроки гигиены. Мы проводим уроки гигиены отдельно для мальчиков и девочек, учащихся 9 класса. Выходят специалисты. И, казалось бы, дети уже достаточно взрослые, но выяснилось, что они многих вещей не знают о своем собственном здоровье. Особенно мальчики. Первоклассников обучают технике песочной пластики. Сначала вспоминаем с ними, какие, допустим, продукты полезные, неполезные, виды спорта. Говорим о том, как они, допустим, часто питаются неправильной едой. Пока одни учатся создавать песочные рисунки, другие смотрят мультфильмы на заданную тему. Пока по взрослым произведениям. В этом году впервые мы проводили очень интересный конкурс на параллели четвертых классов, когда они придумывали сюжеты сказок по теме «Здоровье на отлично». И уже, наверное, где-то в середине мая у нас будут готовы новые мультфильмы в технике песочной пластики, которые мы сняли, в том числе по сюжетам, которые предложили нам школьники. Учителя отмечают, школьники не всегда слушают родителей и преподавателей. Во время таких акций информацией делятся эксперты, внушающие доверие. Теперь ребята предупреждены об опасностях, а значит вооружены. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok